Задают один вопрос, как дела? А я говорю, о каких делах думаешь-то? По ловле вот здесь голых женщин или почём? Нет. Ну, если по обыкновенной жизни, то мы с Богом, у нас всегда хорошо. Жизненные дела ваши хорошо, да? Да, у вас микрофон поближе поставьте, чтобы лучше слышно было. Не знаю, у меня все нормально слышат, я даже себя у вас слышу. Я вам говорю о том, что ваши жизненные дела, как у вас, хорошо всё? А вот знаете дела? У человека должна быть цель. И притом она должна быть достигнута в любом варианте. В любом. Вот сейчас внезапно оба умрём, но цель должна быть достигнута в это мгновение жизни. Так так не может быть. Вот тебе и дерево, и дом, и сын. Ничего нету. А как? Я с Богом должен быть и доверяться Богу. А раз Бог меня забирает, оторвал от жизни, всё, так ему угодно. Конечно, на всё воля Божья, согласен. Вот смотрите, сколько людей здесь жило, перечисляется. Вот, вам видно? Да, да, я вижу. Вот, и все они герои веры. За Христа были замучены, или в Ветхозавете. Скажите, пожалуйста, почему Иисуса распяли на кресте, правильно ведь? Да. А почему там в Библии написано, что на кресте оказалось, что это переводится как бревно, то есть руки у него были вверх? Это иеговисты, свидетели иеговы придумали. Написано распятый. Слово распятый, это означает руки растянутые. Они невежественные, неграмотные. И написано, Симон Кириньянин нес крест. Написано крест, а не бревно. Там в Библии написано, что он несёт крест, правильно? Да, так и написано, крест. А что я могу сказать? Апостол Павел говорит, мы говорим, слово о кресте, не о бревне. Слово о кресте для погибающих есть и уродство. Первое Коринфянам 1,18. А скажите, пожалуйста, вот, получается, почему иегова говорят о том, что они, как бы, что на бревне распят они на кресте? Зачем они свои такие вещи? Зачем они вообще веруют, когда они не в церкви? Вопрос, зачем? А написано, что Бог против церкви. Почему так говорится? А почему? Потому что Господь сказал, Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Создам церковь мою, врата, да не одолеют её. Когда создал? В день 50-й, если они отвечают так же. А вторая половина для изыщников, Корнилий обратился, сотник, деяние 10 глава. Всё, больше он не создаёт, одна невеста. А они появились где-то в 19-м столетии уже. Они ни одного не могут свете иегова назвать во 2-м веке, в 3-м, 5-м, 10-м. Это новоизмышленное общество, пошедшее против Бога. В Библии всё было предыдущее, как тень будущих благ. Вот я спрашиваю, книга, счислено, вы признаёте? Ну да. Ну вот я веду занятия в университете, и приходят там разные люди. Я так до доску расчерчиваю, пишу преступление, а другое половина наказание. А тут же юристы сидят, профессора. Я говорю, скажите, вот 10 суток за что? Ну любой скажет, да что-то там, может быть, оправился или что-то там заматерился. А год? Ну это посерьёзнее, курицу своровал, смеются. А 10 лет? О, это уже идёт. А я говорил ещё в то время, когда меморандумы на смертную казнь Ельцин не подписывал. Я говорю, смертная казнь. А это показывает там, это серийное убийство над малолетками. А дальше я пишу, живьём в ад. О, да такого нету. Я говорю, есть. Есть. Число 16 глава. Число. Это четвёртая книга Моисеева. Написано, дофанаверон и корей. Решили отделиться, секту создать. И Моисей сказал, завтра вы узнаете, что это такое. И они живьём в ад провалились все. А это были примеры для нас. Это первое Коринфянам. 10 глава 6-11 стихи. Это были образы для нас, достигших последних времён, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Их участь уже определённа. Они прописаны в аду. Нам зачем на них смотреть? А вы ещё преподаваете... Это очень занимательно. Слово Божие. Слово Божие. Это попутно в виду мировое искусство вёл. Все картины галереи мира. И ответ на все вопросы. Вот если зайдёте на наш ресурс, запишите себе канал. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Нужно записать, забудете. Сейчас, подожди секунд. Да я подожду. Только не заденьте ничего, чтобы не выиграть. «Во свете Библии» Игнатий... Игнатий Лапкин. Лапкин, Лапкин. Так, смотрите, откроется. Лапкин. Открылось? Да, да. Вот у нас там 14800 роликов. Ничего себе. Дальше там, кажется, 34 тысячи подписчиков. Так? Да. И 33 миллиона просмотров. Да. Вот так. А если вы зарядите вот так, вот таким образом, «Во свете Библии», но не YouTube, а сайт. Сайт. И на сайте вы найдёте море, что у нас есть там. Это мои 38 книг, изданные мною. Мои книги. 38. Каждая книга 750 страницы. Это «Во свете Библии» православный библейский сайт. Нашёл, нашёл. Я вижу. Но там иконы сразу начинаются. Да, 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 я вижу. Вот там, теперь вы увидите книгу. Слово Божие не отуз. Это мои биографии. Два священника написали. Прямо вверху написано под иконами. Я вижу, вижу. А вот там книга есть одна. «Кристину православия». Я 40 лет её собирал, материал на него. Это просто, не просто там это, какие-то уникальные. Они единственные во всём мире, такие книги. Это Бог сделал. А дальше справа, там 50 папок стоят по темам. Справа. И увидите. Что интересует? Кните в любую папку. Откроются вопросы. Ну, изберите, что там по названию. Теперь любой вопрос, скните, откроется развёрстка. Это я студентам отвечал. Я три радиопрограммы вёл регулярно. Да, открыл. Ага, вопрос, нажал на вопрос. О, это море. Море информации. 50 книг аудио мной насчитаны. Вы можете скачать и ехать, и слушать. Архипелаг ГУЛАГ насчитаны. А скажите, пожалуйста, вы действительно очень... Мне хорошо слышно, извините, пожалуйста. Мне хорошо слышно? Да поближе так, как-то маленько глуховато. Ну, ладно, я... Я постараюсь поговорить погромче. Так нормально слышно? Так лучше, но не совсем. А меня хорошо слышно? Вас, да, вас хорошо слышно. Вас хорошо слышно. Ну, ладно, говорите, пожалуйста. Что хотел спросить. Вы, получается, занимаетесь этим... Для чего? То есть вы призываете... У вас есть собрание, как-то посещаете. Вы призываете людей к нравоучению, к Слову Божию, за Богом идти. Для чего вы что делаете? Я людям сначала вот так показываю книгу, потом показываю, откуда все мысли идут. Чтобы люди здесь, находящиеся, как в Содоме и Гоморре, всякую пакость творят. Я им говорю. Написано такое. Второе послание к Коринфянам. Пятая глава, десятый стих. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христова, чтобы получить, соответственно, тому, что делал каждый, живя в этом теле, доброе или худое. То есть впереди суд Божий. Одним рай, другим ад. Вечное мучение в огне с сатаною. Вот я для этого здесь нахожусь. Уже 77 дней. А скажите, пожалуйста, вот они же перелистывают, они же вас не хотят даже слушать. Они даже сразу не показывают своего лица, они не показывают своего лица, они просто переключаются сразу. Вы говорите, о которой клиенты здесь? Из враченцах, да. Ну а что сделаешь? Они не верят. Я им поясняю, почему они так делают. Что? Я им поясняю всем, почему они делают. Вот начнешь говорить, он то пьет, сидит, то ест. Я говорю, ты блудный огонь пытаешься погасить. Ты зачем здесь? Вот мусульмане, когда здесь сидят, процентов 80 мусульмане. Я говорю, зачем вы здесь? Ну, познакомиться. Познакомиться с кем? С православными людьми? Нет, конечно. Тебе нужны голые шлюхи. Вот у тебя дома 4 жены, по вашему учению, за каждую колы им платить. А здесь 44, даром уже раздевать не надо, она разделась. И вы здесь, как весенние жеребцы на чужих кобыл скачете, захохотали, сидят. Я вас очень хорошо знаю, среди вас жил. Вот, да. Нет, с этим вы полностью правы, знаете. Вас Игнатий, да, Завклавский? Игнатий Лапкин. Вот, это вы, да, получается? Сайт. Что, как? Вас, как зовут по имя, отчеству? Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, вот, знаете, тем самым, когда вы находитесь здесь, вот в чате Рулетки, для меня это было немножечко удивлением о том, что вы находитесь здесь. Но люди, которые находятся здесь, они примут ваши слова, норовоучения за шутку. И они только, мне кажется, больше будут относиться к людям, верующим, к церкви, плохо, к резистенту, что и так в стране у нас большое количество времени, проводящего, находящего в интернете, мы видим, как священники воруют, грабят, фотографируются с деньгами, обманывают, говорят о лжеучении, говорят о лжеучении правильно, о том, что деньги отмывают. Вы знаете, много священников воры. И тем самым, находящийся здесь человек, 4-летки, они будут говорить не к вам, это именно не к вам относится, а о том, что они будут рассказывать, цитирую, их не мысли, то, что мы встретили извращенца священца. А мало что скажут. На Христа говорили силой князя Бесовского, Вильзиула. Я вот за 77 дней нахожусь здесь, уже сколько людей пришло, которые знают меня по ресурсам или как-то, чего непонятно. Они говорят, а это мнение людей. Из-за того, что это мнение безбожных людей, это пис, комара, жужжание жука, карканье вороны. Меня этим не пробьешь. Я прошел 5 тюрем. У меня опыт такой, который не у каждого есть. За слово Божие. 5 тюрем прошли? Да. Ну, в 76-м году меня последний раз судили за слово Божие. Но я кроме религиозного издал еще архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Брал у репрессированных интервью. А уже в 87-м я был, у нас 210 политзаключенных было в стране. А в 92-м реабилитирован. А на сколько вас за количество 5 суждений, сколько вы просидели в тюрьме? В тюрьме нас бессрочно было бы. Меня только психиатрия 26 лет крутила, выворачивала. И ничего не могли сделать. В холодильнике держали 26 лет. А тюрьма по сравнению с психиатрией это так, семечки. Тебя накачивает, все тело твое вот такое делается, ноги раздувает, сердце выскакивает из груди. Только отрекись от Бога. А скажите, пожалуйста, вас из-за того, что вы хотели, потому что вы проповедовали, вас это... Я, конечно, проповедовал. Я писал всем, генеральным секретарям, в ООН. Ну, во все страны писал о том, что живем неправильно, надо жить по божеским законам. Я им обречал, горком партии писал, вызывали. Игнатий Тихонович, я вас услышал, вы понимаете, что люди сейчас много врут и доверятся. Они могут посчитать вас мошенником, лжецом или каким-нибудь, который хочет стать популярным человеком, предлагать свой продукт. Они же не могут человека незнакомого, извините, за грубость, с улицы, как назовем так, с улицы, пригласить и, знаете, вот такой вот... Ну, уже человек должен быть проверенным, человек должен быть... Ну, скажите, я понял. Смотрите, за мной приезжает машина. Машина из УВД края. Я веду занятия, пять отделов городских, гор УВД и край УВД. Это сотни сотрудников милиции, офицеры. И веду год за годом занятия. Меня можно было проверить? Конечно. Я проповедую. Одновременно веду занятия в пяти университетах, во всех техникум, в 13 школ, во всех воинских частях, заводах и фабриках. И три радиопрограммы по ГТРК веду регулярно. Одна онлайн, воскресная, прямым эфиром. Меня не надо исследовать. Меня исследовали до 20-го колена. Игнатий Тихонович, я про то время, когда вас посадили. Да, да. Тогда вы проповедовали, ходили? Да. Так у меня следователь, следователь принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Сколько преступников обратилось. Как писали, говорит, тысячи людей пришли, говорит, через него. Вот что. Я там, куда меня Бог послал. Я должен был это сделать. Я в 53-м году сознательно пришел уже по Евангелию. А мне вот 80 лет будет через два месяца. 80 лет вам? Да. Вы очень молоды будете. У меня потому что три голубятни. У злого человека, статья была тут в газете, у злого человека голуби не водятся. А у меня три голубятни. И вот здесь, сейчас минутку я покажу вам. Да, я вас жду. Осторожно, пожалуйста. А-а-а, ничего себе, красавица. Вот так. Да. Да. Вот так, что это не мое, что я рассказываю. Моего тут ничего нету. Это Господь делает. Он берет негодный сосуд и наполняет, и делает. У меня нет образования такого юридического или гуманитарного. Я технарь. Но меня после окончания техникум направили работать в МВД. Строгорежимный лагерь. Это меня Господь так провел. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, а вот вы в каком году начали истинно уверовать? В 62-м году. В 62-м году, 27 сентября в 17.00. Я на корабле был и учился в высшем мореходном училище. И сошел на берег в кино сходить. И в это время, вот что ты любишь, Бог тебя на этом поймает. Я любил изучать языки. В школе иностранного языка не было. Я самостоятельно немецкий язык за 6 месяцев осилил, у них проповедовал. Занялся сразу английским, французским, испанским. Я любил это. И гляжу, бабушка идет, я бабушек любил. Потому что они старенькие нуждаются. Она сумки несет. Я подошел, молодой, сильный, на корабле работаю. У меня деньги, все есть. А внутри покоя нет. Она с детства, я уже верил, я сейчас закончу. Я знал, что Бог есть и есть суд Божий. Я спросил бабушку, есть и верующие. Она показала дом. Я не знал, кто там. Я зашел, а та-то, Латвия, город Венспилс. И подошел мужчина один и говорит, а вы кто будете? Я ему отвечаю. Я говорю, а что это тут говорят? Я не понимаю. Как не понимаете? А вы же говорите по-латышски. Я латышский изучил еще попутно. Я говорю, а эти слова я не знаю. А он говорит, а вот дверь заходите, там русские собираются. Оказалось, это баптисты. А я-то православный. Я зашел, а у них там простынь, и на ней выше там нагорная проповедь. Блаженный нищий духом, я гляжу, я эти слова не знаю. Вот один вышел из них, когда я вижу, мне надо идти в кино, то вышел и говорит, а вы кто будете? Я говорю, на корабле. Но Бог рыбаков любит. А у меня, я не рыбачил, а технический флот был. И он пригласил к себе Карла Розенберга, 18-4, Еремея Михаила Александрович. И у них впервые, а мне уже 23 года было, в руках у меня оказалась Библия. Они обедали, а я в другой комнате был. Когда они через полчаса зашли, я уже был готовый. Ну и как, я говорю, я готов помолиться. Я на корабле, и когда тайно молился, а тут открыто. Ну они так склонились, руки, как у баптистов-то. А я молюсь, а ветер слышит там, колышется-то. Ну просите, чего надо. А я своими словами не молился. Богородица, Дева, радуйся, достойно есть, а кого истину. Заученные, чего тебе не хватает, ты попроси у Бога. А я им сказал, говорю, вот, тут успел маленько прочитать. Вторая глава Деяния Апостолов. Когда Дух Святой сошел, они заговорили на иных языках. Я говорю, как, сразу? Да этого не может быть. Мне Бог дает, но в этом месяце хотя три надо? Нет, говорит, сразу. И меня на этом тоже, раз я языками занимался, меня Бог на этом крючок и поймал. Я понял, у меня нет веры в эту святую книгу. Вот она передо мною. И я сказал, Господи, у меня нет веры. Дай мне веру в Тебя, такую, чтобы всему верить-то. И когда с молитвы встали, я был другой уже человек. Я на себя смотрел со стороны, как на нового человека. И только на корабль вернулся, первому человеку говорю, живем неправильно. Надо жить по-божески. А дальше череда гонений. Пришлось сойти опять на берег, работать отбойным молотком и прочее. Вот как Бог сделал со мной. Вот спрашивает, а кем ты хотел быть? Вот маленький когда. Я говорю, кем я хотел быть, скажу, ты упадешь. А кем? Террористом. Правда? Да. С пяти лет я уже хотел быть. У меня ружья уже были, ножи. Нырять там, чтобы в воду не всколыхнуть. Почему? Потому что нам рассказывали, как раскулачивали. Отец рассказывал. Я внутренне сгорал от этого и плакал. А он без руки не слышит. Коров пасли когда. А на меня Господь показал. Тебя будут гнать, тебя будут давить, тебя убивать. Как апостола Павла. И так и получилось все. А дальше? По социальной лестнице меня гоняли, и тюрьмы пошли, и лагеря. Я благодарю Бога. Это мне как раз и надо было. Вот на Украине там появился Сашка Билый. Музычка. Он там обработал. У Джохара Дудаева был. Сколько-то танков подбил. А мне, когда я был в Москве, и там игумен Кирилл Сахаров. И говорю, вот вы со всеми находите общий язык. У меня близкие отношения с мусульманами. Там с евреями. Евреи крестятся в мусульмане. Бог сердца их берет. А вы бы с ним нашли язык общий? Я говорю, даже искать не стал бы. Это я. Я до обращения. Это Сашка Билый. Вот как. Я говорю, да так. У меня очень непростая биография. И я вижу теперь. Вот раньше у меня было МФ. Морфлот. Это главное. Сейчас МФ. Что такое? Молитва и форум. Ага. Вот как поменялось. А вот, да. Интересно. А вот, пожалуйста, а вот, а как вот денежка, как у вас получится? Кто вам, ну, как его? Быть верующим, это же не работа. Как бы вы, кто вам платит за это? А кто? А кто платит? Вы меня не знаете. Скажите, платит. Ой, ой. Не так имел в виду сказать. Я говорю, что, а на что вы живете? Ведь вы делаете от сердца. У меня пенсия большая. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. За 35 лет трудового стажа. Я работал печником. Мне не давали прорабам работать. Меня гоняли и гоняли. А я голодный не был. И вот представь себе, что Господь позволил издать 38 томов книг, проехать до Владивостока, посещать все города, дарить библиотеки. Лиссабона от Тихого до Атлантического. При Балтии к Скандинавию пройти 650 городов посетили за три года. И я подарил на 35 миллионов рублей в библиотеке мира. Подарил. А где? Игнатий Тихонович, вы говорили вам, Бог вам говорит, как делать. А через что вы? Он вам как приходит? А ну вот так. Я молюсь дома. Ну маленький спример. Вы только внезапно не отключитесь там. Нет, нет. Если я отключусь, это не я отключился. Потому что здесь зависает этот сайт. Зависает. Если я зависну, он выкидывает. Так, сразу давайте скажем. Если я вам потребуюсь, зайдите в скайп. Игнатий Лапкин. Скайп. Вы меня сразу найдете. Только внизу напишите. Вы разговаривали по-хорошему. Разговаривали в чат рулетки. И только чтобы никаких аватаров, ников не было. Своя фотография, своя фамилия. Без черных очков. А вам кто-то там, когда глупости вам пишут, да, там высылают, наверное, да? Вот как высылают. У меня два священника ночевали здесь. А я же не священник. А у меня надо книгу выкупать. Я не знаю, какой том. А это огромные деньги. А у меня ничего нету. Я говорю, давайте помолимся. Они говорят, а откуда ты ждешь? Ничего я не жду. Я молюсь, у меня Бог не докладывает. Помолились, легли спать. И в час ночи, наверное, звонок. Как-то в избе холодно. И неохота вылазить из-под отдела. Думаю, я же всех предупредил после девяти не звонить. Мы встаем всегда в 4.40. Так, это Россия? Я говорю, да. А Барнавол? Я говорю, да. Так у вас храм во имя Климента? Я говорю, нет. Храм у нас во имя Анфима, не комедийского. А Климента, Анкирского, это лагерь. Но нам все равно. Дядя у нас умер, Климент. И сказали, молитва лучше доходит там, где его храм. Мы вам деньги хотим выслать. По Вестерн Юнион. Утром уже деньги были в руках. Священников это буквально сразило. Как? У меня голуби, три голубятни. И вот ястреб налетает, когда они облет делают. И берет самых породистых. Ничего нельзя сделать. Город, стрелять не будешь. Я тогда поставил такие рейки, срезанные у доски. Ну, толще руки. Длинный крест сделали его. Святой водой полили. А у нас тут храм. Вот я сижу прямо рядом. Его священники осветили. И тут вдоль оби протока. И деревья растут. Молодежь, поехали. Пошли. А рядом. Ну, тут метров 150. И они крест между ветвей заложили. Больше ястреб. Я тихо, я вас перебью. Вы так громко не говорите, пожалуйста. Потому что я понимаю. Я вас очень хорошо слышу. Вы можете потише говорить. Я вас не слышал. Ястреб больше никогда не залетел. Его видели только повдоль. Летит, оби. И больше ни разу не залетел. Вот живая вера. Вот, да. Это правда. Это притом живая. Вот одна у нас умирала. Егоренка Надежда Павловна. А мне нужны деньги книги. Одна за другой выходят. 38 томов был в нашем варианте. Книга 750 без страницы. И вот я говорю, она упала. И как-то у ней рак груди. Я пришел и говорю. Надежда Павловна, как только ты пройдешь мытарство. 40 дней после смерти душа идет по мытарству. Сорочины справляют. Ты к ней ходишь. Игорь Тихонович, а что такое мытарство? Мы таможня. Таможня, на которых, если ты матерился, отдельно за язык. Демоны будут тебя судить. Пьянство, пьянство. Разврат, разврат. То есть 40 дней душа идет, пока пройдет мытарство. Мытарство. Это 20 мытарств. 40 дней. Игорь Тихонович, я хочу вас спросить. Ведь вы знаете, мы же все разные. То есть, да, вот люди. Знаете, вот я сейчас постараюсь максимально, пожалуйста, поймите меня правильно. Я постараюсь максимально вам четко объяснить. Пожалуйста, вслушайтесь мои слова. Если что-то где-то вам будет непонятно, пожалуйста, переспросите меня сразу. Смотрите, все мы люди разные, да, ведь у кого-то есть, посмотрите, у кого-то нехватка, подложим, духовенства. Но где-то нехватка стойкости духа. Подположим, парень, он почему сделал преступление? А он не крепок духом, потому что генетически у него слабость в этом направлении. И поэтому грешит тот, кто слаб духом. Почему человек пьет? Потому что он берет пример. А пример он берет, потому что ему не хватает внимания, у него комплексы, какие-то проблемы, возможно. И он хочет ему отвердиться, потому что, возможно, знаете, как в тот же момент, извините меня за это слово, люди, взрослые, которые любят детей, знаете, вот эта педофилия, вот эта грязная себя там вся, они, в частности, 99% имеют маленький половой орган и хотят сам отвердиться за счет ребенка, потому что взрослую женщину они не могут удовлетворить. Понимаете, ведь все грехи, ведь поймите, их можно понять, почему совершать, их нужно, их жалко, их нужно пожалеть. Ведь понимаете, что я вот, кто-то сделал плохо мне, я на него не живусь, я ведь на его месте мог поступить так же, но я не на его месте, я не жил в его тапках. Я не знаю, почему он так или иначе себя повел. На то были причины, потому что любая грубость, любое слово, на то есть причина. Понимаете, вот я сидел здесь, общался с человеком, на меня попал человек в казис, он говорит мне какие-то слова грубые. Я говорю, друг, зачем ты меня оскорбляешь? Он говорит, извини, просто меня все оскорбляют, и у меня так это самое. А он так сказал, потому что, возможно, ну, возможно, просто вот, натерпелось много. Ведь у нас мы слабые люди, у нас свои эмоциональные диапазоны, свои эмоциональные вот вещи. Ведь ты, человек, посадить, один влюбился в девушку, другой нет, у нас разные эмоции. То есть кто-то имеет какое-то влечение, он не контролирует это, знаете, это как, это не контролируется, как тяга, знаете, вот это очень сложно. Ведь это, вот, не с того момента, захотелось или нет. Или, например, у тебя, если было хорошо, ну, вот, пошел гулять. И твой друг, а твой друг спал плохо, потому что, возможно, он как-то не так. У него что-то болит, и на почве этой боли он ведет себя немножко агрессивно. И вытекающий возможность, он кому-то грубит, и цепочка, в дальнейшем все это пойдет. И просто мы все, я к чему клоню, поможем, что мы все разные, и нельзя, честно, вот, Бог, он больше полон любви, и невозможно понять его мысль. Но если я могу просить своего обидчика, он просит нас, он понимает. И знаете, он же видит нас, он живет вместе с нами, он видит, почему тот или иной человек поступает. И я думаю, понимаете, многие люди оступаются лишь потому то, что... Смотрите, Игнатий Тихонович, большой дом, в нем много детей, а дети родились, но не видели своего отца. И кто же этим занимается? Кто-то взял книжечку, нашел, потому что он жил на втором даже. Кто-то начал бить своего друга, потому что он любит брата, потому что он любит сладкое больше. И всем, большого человека, говорит, у вас есть отец. А что такое отец? Они не видели. Люди, они знают, много лжи и обманы в этом мире. И уверовать в то, что люди, знаете, воруют за веру в секты попадают. И с людьми страшно верить, Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, ибо страшно верить. И поэтому, знаете, вот как люди, которые в секты попадают, или вот, ну, это не в то время, не в то место может человек попасться. Ведь самая сложность заключается в том, что мы все разные, и мы в разные моменты родились. Например, у меня не хватает какого-то момента. Например, у меня не тот голос, подположим, чтобы пытаться человеку донести, а второй, у него есть красивый голос, но он как Гитлер, да, вот Гитлер. Человек, который вот вёл толпу, это вот, как он за собой вёл вот эту вот большую вот эту агрессию фашизма за собой. Ведь он подачу, а люди, они как опечка, они пошли за ним, знаете. Потому что слабый, вот, знаете, слабость духа, они боятся. Люди совершают проступок, преступления, потому что боятся. Они вот боятся быть одни. Знаете, вот парень убил свой грех, убийство это страшный грех. Вот мы все эти проказы понимаем. Но парень убил девушку, потому что он любил её, а она изменила ему. Он верил в неё, он молился на неё. Он всё хотел, а она взяла и изменила. Но потом его по всей строгости будут наказывать. А он просто хотел любви, он же не хотел ничего такого сделать. Я к чему-ка мне, просто, знаете, людям сейчас, нам сложно жить сейчас. И людям страшно верить, потому что везде обман. Сейчас видео крутится в популярном сайте, вот, социальной сети, Инстаграм, как священник обманул на 600 тысяч пожилую женщину, бабушку. И вот люди, знаете, они вот видят, усматривают это. И уже в дальнейшем активность таких сайтов пропадает. Многие звонят на незнакомые номера, дурные справочники, звонят пожилым женщинам и говорят, что на вас порча. А бабушки, они верят в это. Они хотят, они... Они так сложно, у них не хватает общения. Они хотят, они даже не должны пообщаться, они готовы денежку какую-то дать. Их обманывают, понимаете. Как называется, не обманешь, не проживешь у нас. Вот у людей вот такая вот психология. Самый главный проступок, то, что я хочу сказать, то, что не думайте о людях плохо. Поймите, главное, то, что мы все просто разные. И знаете, если вы, Игнатий Тихонович, готовы просить, а Бог намного больше полон любви, Он поймет нас, Он рядом с нами идет. Это легко, уже человек, который... Вот вы видите, человек просто несет кого-то, несет кого-то. Чтобы говорить, преступник, он его избил, унес. А возможно, на самом деле, только Бог знает, что унес того человека, потому что ему стало плохо, и он спасал его. И люди видят, не разбираясь, они не хотят разбираться. Вот. И знаете, у кого-то характер слабый, кто-то еще, кто-то боль пронес, кто-то насилие испытал. Всякое в жизни, много страшного было. И кто-то не выдержал это. И походит по проступкам, и по ходу такому, понимаете. Вы несколько раз упомянули слово «Мы разные». Притом многократно упомянули. Видно, что вы над этим работали, и вас это смущало. Я отвечаю вам не как человек, а отсылаю к Богу, чтобы Бог вам ответил. Моя задача – это не обмануть человека. Ты хочешь получить ответ, а я временный, я ушел. Теперь что? Я тебе называю глава, стих, книга, а это слово Божие. Неизменное, вечное. Так вот какое дело. У Бога другая шкала. Никаких разных, ничего нету. Бог обращается ко всем. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Один стих. Все ко всем одинаково. Вот по-нашему, по-человечески. У меня сад. В сад залез ребенок и сорвал один плод. Там яблоко, грушу, там гранат. Что я ему сделаю? Я прикидываю. У меня сад, действительно. У меня в саду было только 123 скворечника. Я любитель птиц. Вот. Я бы ему еще за пазуху наложил и сказал там ребятишкам другим, дай. У Бога не так. Адам и Ева в раю. Бог отдал все, но одно дерево познания добра и зла нельзя вкушать. Смерть и умрешь. Один Адам живет. Но получилась жена. Он подкаблучник оказался. Она со змеем разговаривает. Змея – это дьявол в виде змея. И что? Один плод сорвала, съела и дала мужу, он ел. И смерть вошла во всю природу и в космос. Во всю природу. Все молекулы сделались смертными. Нам не надо говорить, какая причина. Разная. Они разные. Но Бог сказал, смертью ты умрешь. Не трожь. Бог не будет выявлять причины, в каком я воспитывался коллективе, какая жена, мать были, дети нету. И вы понимаете, за этот плод, один плод, уже умерло больше ста миллиардов людей. Больше ста миллиардов. Потому что от Адама до нас семь тысяч, там пятьсот сорок сколько лет. За это время. Ну и что? Да вот то. И поэтому мы все разные. Это только для себя. А перед Богом мы грешники. Одно слово. Грешник. Покайся. Бог не рассматривает, как ты воспитывался, какой наклонность была, какая несправедливость была. Ты должен все признать неправильным. Ничего не надо, это что вы говорили. Не надо же говорить было. Это время тратится. Откуда знаем? Библия в миниатюре. Один стих. Евангелие от Иоанна. Третья глава, шестнадцатый стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Бог не послал Сына Свою судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. То есть, Иисус Христос умер. И веруя в Него, мы получаем прощение. Независимо, разные мы какие, там, уголовники, Чикатило, Гитлер, Сталин, там это не сказано. Всякий. Только самоубийца этого не может сделать, потому что они уже за гробом. А за гробом покаяния нет. Все. Я это усвоил. Я это принял. И никуда в разные там эти рассуждения никак. Вы... Да нет, не кончил. Я хотел сказать, что в Слове Божьем все определено. Я должен войти в Него. 14 глава, 28 стих. Это 12 глава, 48 стих. Евангелие от Яна написано так. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил вам, оно будет судить вас. Я понял, мои знания языков, все это мусор. Я все связал и бросил под пол. Слово, я занялся Словом Божиим. И я занимаюсь им 56 лет. 56 лет. Какое толкование на Него, какие соборные постановления. И поэтому я уйду, меня не будет, а в книгах останется Слово Божие. В каждой книге примерно 3000 выдержек из Библии. Вот у меня стихотворение, все по 9 куплетов. А в куплете 4 строчки. 36 строчек. И напротив каждой строчки указана книга, глава и стих. Откуда взята эта мысль? Такого в мировой литературе не было. А как вы додумались? Я не думал, Господь меня сделал. Представь, 3467 стихотворений. Это 7 пачек, которые продают, и ни одной помарки нету, с чистого листа стихотворений написаны. Это не может быть. Это не как Господь водил моей рукой. И я знаю волю Божию. Воля Божия та, чтобы мы верили в того, кого Он послал. Не в какую религию, а спаситель мира. Без пролития крови нет прощения грехов. А послание к евреям 12.2 говорит, взирайте на начальника и совершителя веры. Взирайте. Который вместо принадлежащей радости претерпел крест и позор. Мы через него получаем спасение. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не верующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие Теана 3.36 Я показываю, меня не будет, я умру, а ты еще туда посмотри. Мои книги, они бессмертные. Они написаны на поколение вперед. Предсказано, что там дальше будет. Я не пророк, но я беру из Библии вижу. События дальше развиваются вот так. Над всем миром будет один правитель. И он будет по национальности, а их 2896 национальностей, еврей. Еврейский народ разбивается на 12 колен из колена Данова. Он будет в Иерусалиме и будет царствовать 42 месяца. Три с половиной года. Этого ничего нет. 2000 лет назад написано. И все события сейчас так. Почему у евреев все? У них вся печать, судебные органы, ну все в их руках. ему Бог так дал. Главное, ты хочешь быть благословенным. Благословение это тебя слушается жена, дети, на работе. Первое, самое первое, запомни на всю жизнь. Никогда, нигде не хули наследие Божие евреев. Никогда не проклинай, а благословляй. И Бог благословит тебя. Проклинающий проклят будет. Я русский человек. А как благословлять? А так, что Господи, обрати их на путь истины. Ты пришел к ним, они тебя распяли. Открой им глаза, что они сделали. Как они над народом издевались, над еврейским, они от Христа отвращали. И последнее, плати десятину. То, что заработаешь, десятая часть, от 100 рублей, это 10 рублей. Это не твое, это Бог приложил, чтобы ты своей рукой отдал. Малахия, вторая и третья глава, говорит, Бог говорит, вы меня обкрадывайте. Народ спрашивает, чем мы тебя обкрадываем? Он говорит, десятиной приношением. Ты плати десятину, Бог говорит, я тебе открою небо, на тебя сыпаться будет. Мне лично, я перед вами. Я услышал это в 62 году. Меня никто не учил, но я понял, благословение это хорошо. И внутри меня голос, как бы голос был, десятина это не все. И я внутренне решил, буду платить 9 десятин. отнесу в церковь. И я прожил так 56 лет. Поэтому всегда на двух, на трех работах. Я неукротимый в работе был. У меня выработка была выше в тресте. 280-300 процентов. А что? Стройки, деревянные работы, вставлять окна, двери, настилать полы, стены выкладывать. То есть я прораб. А пришлось работать на низу. Я понял, благословение. И более благословенного человека в интернете показывает, более счастливого. Мы, говорит, не встречали. Я зашел один раз, а там мэр города, там прокурор края, генерал-лейтенант, там другие, все генералы. А мы, говорит, о вас рассуждали. Я говорю, что более счастливого человека не встречали в своей жизни. А почему? По каким параметрам? Вы делаете то, что вам нравится. То есть они видят, я занимаюсь детьми, я занимаюсь то, что люблю. Я с детства любил орнитологию, птиц. У меня поэтому три голубятни. я любил бабушек. Я везде стараюсь найти и помочь им как-то. Я люблю слово Божие распространять. А у православных этого нет. И мы зарабатывали, клали деньги и относили их к баптистам, которые подпольно печатают. А они бесплатно печатали, раздавали. Я благословенный во всех отношениях. Вот смотрите, бывает человек нападает на тебя и вот черный список. На меня только за восемь месяцев, за восемь на меня напало девять тысяч человек, которых я занял черный список. Девять тысяч. И против меня составлено роликов примерно 220 в интернете. Против. Там всякие, вот я говорю, они там делают огонь, вокруг что-то женщины там, ну, сказать-то нечего. А меня это не касается. Это написано, именно в четверолетке где написано у вас? Где вас видели? Где видеоролики? Какие видеоролики? Не понял. Что? Видеоролики с вашим участием, где на вас там наложили всякие страшные эффекты, это где четверолетка или что это было? Ну, там разные-разные там они, то обличители Лапкина называется там, то еще что-нибудь, там Синицкий один такой нападает. Игнатий Тихонович, можно я задам несколько вопросов? Я только сейчас отвечу. У нас написано радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут как неугодно, ибо награда ваша велика. Они награду венок плетут, да будут они благословенны все. Слушаю. Игнатий Тихонович, смотрите, ответьте мне, пожалуйста, если... Слушаю, Слушаю. Ага. Вот. Бог знает все, правильно? Да. Вот если он знал, что так будет, что... Он же знал, что Адам так поступит. Зачем он нас... Зачем он так сделал? Он все знал. Он знал, что все так будет. Зачем он так сделал? Он не знал. Он как ребенок был. Но он знал, что нельзя трогать. Как ребенок? Как Бог может быть как ребенок? Ну, я вам ответил. Запомните, я никогда не спорю. Спорит тот, кто ничего не знает, а кто знает, он возвещает истину. Это мои афоризмы. Не, не, я не спорю, не спорю. Я хотел спросить, а что значит ребенок? Бог ребенок? Он же все знает. Как ребенок? Это человек был. Он как ребенок. Не ребенок, а как ребенок. У него не было познания мира. Но слова Божии звучали. И когда он согрешил, он спрятался. И Господь его с ним гулял, ходил, беседовал. И говорит, Адам, где ты? Он... Я услышал голос твой и убоялся. Это третья глава бытия. Адам, А не трогал ли ты дерево? Он говорит, не я, это жена мне дала. Жену допрашивает. Она говорит, а ты не я, это змей меня обольстил. А змея Бог не допрашивает. Он бывший на небе херувим. Будешь ползать на черепе. Игнатий Тихонович, я про... Я говорю про Бога, о том, что Бог все знает. Зачем он нас создал? Он ведь не знал, что такое. Так, по вопросу не ко мне. К Богу задавайте и молитесь. Написано так. Чего в Библии нет, а то мне рассуждайте. Для меня этого достаточно. Игнатий Тихонович, все мы знаем, что раньше были динозавры. Не было, не было, не было. Подумайте, что их не было. Их не было. Не было, не было. Это сатана разные кости подбрасывает. Вот говорит, а почему между человек и обезьяна? Ну, австралопитек, пятиконтроп где-то. Почему ни одного скелета нет? А когда Академик Вихра доказал, что которые составили, это найдено на расстоянии двух с половиной до пяти метров от разных животных. А нарисовали сагбенный человек. Первый человек был совершенный. Высокого роста красивый. Это все выдумка. Значит, Игнатий Тихонович, динозавров не было раньше. Ну, я говорю, примерно там, ну не было. И все на этом, вопрос снятый. Зачем мне нужны динозавры? Вот говорят, поп там обманул на 600 тысяч. Я понял. Одну мысль закончу сейчас. Поп обманул. Во-первых, было ли, не было. А во-вторых, меня это не касается. А в-третьих, Господь сказал, что ты судишь за сущих братов, когда в своем бревна не чувствуешь. Я понял, мне с собой надо заниматься. За него я отвечать не буду, за попа. Ни одного человека я не обманул ни на одну копейку в жизни. И ни одного матерка еще не сказал за 80 лет. Это Бог меня закрыл в странах плохое. Я понял вас. Игнатий Тихонович, получается, Бог не создавал динозавров, правильно? Ну, я говорю, это один из вариантов. Не создавал. Ну, еще дальше. Ну, создавал, не создавал. Какое отношение ко мне? Никакого. До спасения. Просто как существовал Адам с динозаврами? Перед Адамом прошив все звери, и он дал им имена, никаких динозавров не написано. Нигде нету, ничего нету. В море чудовища какие-то есть, написано, написано, Левиафан, такой фильм есть. Звягинцева, Андрея. Игнатий Тихонович, еще вопрос, я хочу вернуться к вопросу о том, что, а, вот начали мне сказать, что все вопросы к Богу, то есть, нужно у Бога самому спросить, почему он нас создал, ведь он знал, что так будет, да, ведь? 138-й псалом говорится, Господи, отчи твои видели за родыш мой. В твоей книге записаны все дни жизни моей, когда ни одного из них еще не было. Да. Все. Но больше ничего не надо. Меня это радует, Бог мой все знает, говорит, и поэтому иди и не греши, Господь говорит, иди и впредь не греши. Надо знать то, что поможет мне спасение. Вот я начал рассказать, что в армии были, когда я служил, и в это время привезли фильм отверженный Викторией Гуго, отверженная, ле мезерабля. И пошли студенты, воины там, ну, солдаты такие, позевают, а меня прошибло это все. Там написано, не было ли другой цели спасти не жизнь, но душу. Я нашел книгу эту в городской административной библиотеке, просчитал несколько раз, в фильм посмотрел, я понял, это то самое, и написал письмо Жану Вальжану, а он-то Жан Габен играл. И я понял, путь начинается, я начал искать, 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 где разные атеистические брошюрки, 60-е годы, там ничего нигде не было достать. Я беру брошюрку, если там атеист пишет, с двух сторон напечатано, я вырезаю с одной стороны, там божественная, я не знаю, что там за цифры, это глава стих. Я понял, на который нападает, на эти слова, он не может их одолеть. Я очень много занимался. Вот чем занимаются солдаты? Ну чем, пошел там, нажрался и все, а я иду, если, а впереди меня идут две женщины, разговаривают между собой, ну по-русски, а я мысленно так, воображением, вот это идет англичанка, вот это француженка, или немка, я иду, и каждый, что говорит, я мысленно перевожу за ними. Я все время в огненном угаре был, готовился в институт иностранных языков, международных отношений, МГИМО, но я не прошел первый пункт, сразу срезался. Надо быть членом партии, а я их не любил. Вот так. И поэтому Господь меня на этом поймал и на этом вывел. И я благодарю Бога, как хорошо, что Он меня нашел. Я вот уже 56 лет иду этим путем. И я просто так. И ни один человек не скажет, я там подхалимаш, кого-то обманул. Ни одного во Вселенной нет и не было, и не может быть. Я все отдал. Вот что на мне есть, вот оно, смотрите. Вот я даже покажу, если вы видите, вот оно, что на мне болтает. А мне ничего нету. И в то же время я обладаю всем. Вот сейчас только скажу, вот нам надо было поехать. В один конец мы поехали до Португалии, мы только на горючее потратили 440 тысяч. Откуда деньги? В этот же день люди узнают, незнакомые. Совершенно. Сразу звонят. Я их не знаю, они звонят. Мы слышали, вы нуждаетесь в деньгах и книги издаете. Я говорю, я уже издал, дальше уже не иду. 7 у меня в интернетной версии и 38 в бумажном варианте. Ну, примите на что-то. Я говорю, мы едем в дальнюю поездку. Ну, вот возьмите. Один посылает 100 тысяч, другой 200. Я иду к кассу получить чек и думаю, если по рублю будет, ну, по тысяче, это какая же пачка-то? А мне надо их спрятать, чтобы не видно было. Мы же едем-то за границу. Я иду и думаю, Господи, как бы так? И впереди меня, она рублями дает, а там вот так. Она меня глянула, как будто ее кто-то повел. А вы какими хотели получить? Я говорю, вон те, которые красненькие, по 5 тысяч-то были. Она мне имя отсчитала, даже Бог мысли мои знает, желание такое. И я все время молюсь, вот 7 раз в день, это вот 3 святое и 100 поклонов, не считая утренних и вечерних. То есть каждый день тысяча поклонов. Это я перед Богом. Мы открыто молимся, я не скрываю это. И Бог отвечает непосредственно на что-то. Вот сейчас из Москвы один журналист едет, он блогер такой, может, слышали, Шахматов Алексей. Очень известные такие он телевизионные. И он летит специально сюда в субботу, чтобы встретиться со мною. Одна цель. И будет там где-то в студии запись, уже готовится здесь. А я никто, повторяю, никто, он едет специально, потому что там Владимира Головина гнали, священника, сняли сан, и они хотят узнать, как. А ему говорят, она меня нападает, не ездит, это сектант, это такой сумасшедший. А он все равно едет. Едет. А раз едет, я молюсь только, Господи, его сердце расположи, а меня умудри. Все будет заснято, и все будет стоять на нашем Ютубе. Что ответить? Я эти слова ему скажу, вы приехали не ко мне. Вам должен сам Господь ответить. А где? Я буду открывать с Библии сидеть, и открою и скажу, прочитай, запиши. Вот это тебе Бог отвечает. Мне звонит одна женщина с Италии. Я слышал, а вам Бог отвечает. У меня просьба такая, чтобы помолились. Я говорю, а в чем дело? Ну, я молодая уехала, замуж вышла, тут дочери выросли, и все неверующие, и я думаю, возвратиться в Россию. Ну, я говорю, нет, а что там некого молиться? Ну, молятся, ну, вот в Италии, там молва идет, что вам Бог отвечает. Я говорю, я помолюсь, но я не знаю, ответить или нет. Она звонит через неделю. И как? Я говорю, ответа нет. Она через месяц звонит. Я говорю, ответа нет, нет. И прошло месяца три, и вдруг, я только ответил нет, и сразу ответ пришел. Я ей говорю, ответ пришел. А как? Мне во время молитвы, я не слышу ни голоса, ничего, как бы мысль, мысль моя. А вот в это место писания ей надо просчитать. Я это место выписал, прямо во время молитвы, у меня карандаши лежат здесь, ручки, я сразу записал. Это 30 глава, 8 стих. И она зашла, и говорит, ответ есть. Какой? Я говорю, записывай. Книга Сирахова, такая-то глава, такой-то стих. И третья книга Ездры, 8 глава, 4 стих. Полным-полное, пустым-пустое. И что? А теперь возьми это записанное, пойди к священнику, где исповедуешься, и расскажи ему все. И вот это, покажи эти места, батюшка, истолкуй. Что означает? Я не толкую. И вот как он тебе скажет, так и сделай. Я не выражу, ничего. Я ей показал место писания, возьми в руки, пойди к священнику, он Библию откроет, прочитает, и не меня слушай, а что он тебе скажет? В чем я виноват? И она-то вся, я говорю, ты уже все приготовил уезжать. И говорит, помолились, батюшка сказал, тебе ехать не надо. Я говорю, только не вздумай, а слушание показать. Ты послушание яви. И она осталась. Игнатий Тихонович, я сейчас перебью, извините, пожалуйста. В скайпе вас найти, Игнатий Лаптин, правильно? Сразу найдете. И еще мне написать хорошие мысли, хорошие мысли, этот, А внизу вы напишите, мы с вами встречались, здесь о разном говорили, разговор был хороший. Ага, ага. Чтобы я вас не заблокировал сразу, потому что на меня лавиной идут, вот звонят, вот мне, подарили мне телефон, у меня нет ничего, вот он. Я никому не звоню, у меня нет денег, я не звоню, мне звонят. Звоню, когда где-то на машине застряли, по-другому нельзя, тогда позвоню. Не звоню. Меня жена прозвала великий экономист. У меня-то копейки высчитано все. Я работаю, когда на стройке, это те еще годы было, ну, ну, допустим, 100 рублей. На питание у меня ходило 10 рублей в месяц. А работаю с бетоном, тощанки на второй этаж катали эти. Это вообще зима. А у меня с собой там два куска хлеба, а эти ФЗУшники были, они в сумку ко мне залезли, мыша убили и между хлебом положили, чтобы я с мясом ел. Лежат валенки, они туда стекла набили и забили туда этот кирпич. Мне надо обуваться, переобуться. Это там в резиновых сапогах, а идти-то до города, реконструкция города в другом месте, искитим. Ничего нет, я остался живой. Все, вытряхнул, потихоньку выбрал и выбрался. 5 километров или там 4 с половиной везут на машине, а я пешком через лес тропинку пробил и я иду, у меня все время в голове мысли на трех каналах. Я разговариваю с человеком, одновременно решаю свои где-то задачи и одновременно молюсь. Это не может быть. Бывает, Бог это делает. Я вот все время себя сокращал во сне и наконец-то у меня сон дошел 2,5 часа в сутки, чтобы успеть многое сделать. Я реставратор книг, реставратор, переплетчик и мне это близко. С собаками я занимаюсь в уголовном розыске. То есть разные-разные совершенно как специальности. И мне это все близко. И это все бесплатно. Представьте, в одном только университете я 18 лет веду занятия, в одном, а одновременно я в пяти. И когда узнали, этот, ректор узнал, ну, Евсегнеев Владимир Васильевич, он так и ахнул. Это что, вы бесплатно разве, а это его университет. Он выписал, там цифры, я не знаю. Я никогда такой цифры не видал. Я пошел за 18 лет, представь себе, а они меня проводят по какой ставке? Стравка профессора. Ну, какой я профессор? У меня вообще нет образования. Э, нет. Вас определяют студенты. Эти пришли новые бизнесмены и попросили дать человека, который поднял бы их уровень. я с ним провел занятия там два часа, по два часа два занятия. Мне выписали столько денег, я пошел, как будто я лауреат Нобелевской премии. Я говорю, а как такие деньги? Ну, это не университет. А там надо было и на... А я не признаю, то есть, я знаю, что это не вредно, но люди боятся и я сохранить свой авторитет. Я сказал, не буду получать. Не буду. Поэтому я продавал не за деньги, никогда, не рубля. Почему? Это моя жизнь. Я никого к этому не призываю. Просто это моя жизнь. Я по-другому не жил никогда. Вот так. Игнатий Тихонович, я понял, спасибо Ваше за Ваши мысли. У меня, Тихонович, еще такой вопрос. Смотрите. Так, 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 я просто тут так углублено слушаю. У Вас почему-то темно так. Почему лицо-то не видать-то? Света нет или что? У нас просто часовые пояса разные. Если можно, то маленько просветитесь. Да, конечно, включу. Секундочку, пожалуйста, подождите, пожалуйста. Ну, у меня светлое лицо. Да, 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 сейчас я включу, у меня просто темнеет. Я сейчас еще один свет включу. Сейчас. Ой. Смотрите, как выглядит. Да, 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 я Вас прекрасно вижу. Я просто, у меня просто темнеет, это самое. Я не стал отвлекаться, включать свет, потому что Вы говорили, я думаю. У меня программисты высокого класса, которые обслуживают. Ага. Закачивают другие, в другом городе бывает. Вот один парализованный был, мы познакомились, он говорит, Ваш сайт, нужно копию сделать, маленько по-другому. Я говорю, Сережа, не надо, он парализованный. Я сделаю. Ну, я говорю, делай, но это трудно будет. Он сделал. Я говорю, зачем ты это делаешь? И он нанял программистов из Израиля, из Белоруссии. И они ему сделали за 300 тысяч. Это не я делаю, это Господь берет человека и ему полагает на сердце. Представьте, 300 тысяч, а у меня пенсия сейчас, настоящий момент, вот перед Вами я сижу, 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки, за 35 лет стажу, работы. И я живу, у меня все есть. Ну, что есть? Картошка, мука, масло растительное, мясо я не беру в рот, мяса никакого. И, не говоря про алкоголь, там, пиво или что-то, вообще нету. И поэтому, мне очень легко жить. Я на велосипеде езжу, у меня никогда мотоцикла не было, ни машины. И я вполне доволен. Так, Игнатий Тихонович, скажи, пожалуйста, помните эту ситуацию Каина и Эвеля? Как? Ситуация в Библии, он написан, ситуация про Каин и Эвель. Каин и Эвель, 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 Каин и Эвель. Ну, они приносили жертву. Каин выращивал овощи на огороде, а Эвель, у него овечки были. И он жертву принес овечку, как бы прознаменовательно, христилищ идет. И рисует так, Гестабо Даре, что у него дым шел кверх, а у Каина по земле. И он возненавидел брата и убил его. Почему он так решил? По всей вероятности я так рассуждаю, что Бог не может без этой жертвы жить. А поэтому он вдвое, и Бог раздвоился. Поэтому я это убиваю, ему делать нечего, Бог от меня и примет. Я по простой схеме. И вот он его убил. Заманул и убил Каин. В поле пошел и поднял на него руку и убил родного брата. Еще на земле никого нет. Одна семья. Они женятся на родных сестрах. Ну, больше никого нету. И знаете, Тихонович, а там Каин давал свои дары Богу? Ну да. Он нарисовали, что жертвенник, и дым идет по земле стелется. Что там, огурцы, тыквы, яблоки, не знаю. Ага, получается, смотрите, а вот такой вопрос. Получается, Бог только принял дары Авеля, да? Авеля, Авеля. Авеля, Авеля, извините, пожалуйста. Принял дары Авеля. А Каина... Призрел написано. Бог призрел. Из-за того, что... Не написано. Я для себя просто имею это. Я не настаиваю. Не написано. У нас бывает так иногда. Отец любит двух сыновей. И один на другого руку поднимает. А отцу-то надо любить кого-то. А любит другого. Того я убрал. А любить-то надо. А я один остался. Его любовь теперь ко мне пойдет. Это у людей бывает так. Геннадий Тихонович, еще такой вопрос интересный. Помните ситуацию, когда Бог не испытывает, но был человек, который было все, и сатана сказал, убери у него все, и он тебе отвернется. И там были испытания над этим человеком. Я не совсем понял. О ком речь идет? Я не могу точно сказать имя. Я сейчас ситуацию проведу. Получается, верующий человек в старые времена верил в Бога. И сатана говорит Богу, что забери у него все, и он от тебя отвернется. А это Ева. Книга Ева. Ева перед Цалтырью. Она одна из самых древних книг в Библии. Вот. И получается, там у него забрались скот весь, он верил. Забрались детей его, он все равно верил. Кто это? Не помните имя? ИОВ. Три буквы. ИОВ. ИОВ. ИОВ, да. Игнатий Тихонович, смотрите, вот, когда, это же не Бог, это же Сатана, есть дело над ним, такие мучения над ИОВом? Да, Сатана. Наслал людей, Гитлера, Сталина. Да, вот, ИОВ забирал сыновей и скот к Сатана? Ну, как сказать, Сатана набил ветер, и когда они справляли день рождения одного из братьев, их семь братьев, три сестры, и дом поднялся, и ударился, и они все умерли за столом. Но потом, когда Бог вернул ему все, у него опять было десять детей, а скотина и прочего в два раза больше. Игнатий Тихонович, вот такой интересный вопрос. Смотрите, вот поймите только правильно, и мне нужен, очень нужен на него ответ. Очень нужен ответ. Смотрите, испытывали ИОВа, и Сатана, но испытывали ценой жизни других людей. Получается, понимаете, те люди разве не хуже, они тоже... Так, так, все понятно, дальше не надо говорить. Это дело Божье, уже все зафиксировано. И поэтому к этому вопросу не возвращайтесь. Бог написал, и мы должны принять. А то мы Бога подправлять начинаем. А ты правильно, другие люди... Да Бог мог не дать жизни никакой. Ребенок бы не защелся. У Гитлера как отца звали? Алоиз, Алоиз. И это, если бы мы жили правильно, Алоиз переспал бы ночь с его матерью, а он бы не защелся. А он защелся, и получился Гитлер. Вот надо смотреть намного раньше. Не то, что Гитлер там делал, он любил свой народ. Он из руин поднял страну, ну а дальше он сделался, как сатана. Бросился на еврейский народ, и это погубило его, на славян. Я к тому говорю, что Бога учить не надо. Он сделал, мы должны только обдумать. Я объяснил все, все. К этой теме не возвращаться. Бог так сказал, и сделал у нас, и все. А эти люди, которые погибли, что погибли? Господь, они невинные, взял в рай, они в раю живые, никуда они не делись. А почему взял? Чтобы не развратились. У Бога ответ есть. А они верили, дети его? Конечно верили. За них он жертву приносил. А то написано. И поэтому смерти нет. Есть только переход с одного состояния в другое. Смерть это грань, дверь. Смотрите, как они попали в рай. Смотрите, как они испытывали Иова, а дети даже не поняли и попали в рай. А с ним ценой всей жизни нужно попасть. Так, новый вопрос на новый. Дальше уже не надо залазить. У меня спокойная совесть. Почему? Я знаю, что такое церковь, когда есть рукоположенные от апостольских времен, это католики, православные, григориные армяне, копты-сирийцы. Все остальные баптисты, исты, это уже секта. Я это знаю и даже никогда не спорю и не доказываю. А что доказывать-то? Когда ясно дело, что без епископа церкви нет. Мне устоять самому надо. Вот Иов, да, я знаю эту историю, беру из него эпиграфы к стихотворениям и не более того. А что, а почему они умерли, такой вопрос не ставится. Господь говорит, я горшечник, а ты горшок. Он желает, создал, желает, расколотил их, у него в руке жезл. Получается, значит, Сатана это такой гадость. Да дальше, 185 тысяч войска окружила Иерусалим. И Рапсак, военачальник, ну там, назовем его какой-то Гитлер, Муссолини, издевается над языки. Для войны нужны советы, орудия, там, Катюши. А вы заперли здесь, будете мочу свою глотать. Я воды вам не дам. И он подошел, развернул и говорит, Господи, как он издевается над народом Божьим. Господь говорит, завтра я покажу. И вот они утром встали, 185 тысяч, все мертвые лежат на той стороне стены. Ангел взял один раз, махнул мещом, 185 тысяч, голов отлетело. Я поясняю. И теперь это войско, постромленное, которые остались там у него, телохранители, все вернулись домой и больше не приходили. Когда Господь что-то делает, люди издеваются. Бог сделал потоп. И со всей земли 8 человек только спаслись. Да еще один из них хамом будет. Мы должны только принимать и удивляться, как у Бога все вымерено. А то, что я буду тут наводить тень на плетень, да зачем это? У Бога все вымерено. У нас внезапно прорвется, вы помните, как найти нам друг друга. Я вас никак... Я понял, ага. Это самое. Получается, так, 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 так. Что-то интересно, что мы с вами так встретились. Если такие вопросы, то есть, Богу виднее, такие вопросы лучше не лезть, не на самое. Это только Богу виднее. Вот мы должны знать историю и из нее извлечь пример для себя, чтобы нам не повторить то, что они. Поэтому первое послание к коринфянам апостола Павла, 10 глава, 6, 11 стих, говорит, а это были образы для нас, чтобы мы не были поохотливы на злое. Это для нас, достигших последних веков, написано. И мы должны на этих образах учиться. Если Бог их не пощадил, пощадить ли тебя? Нет, у меня такой будет вопрос. Вы очень... Да, вы спас... Я просто хочу... Думаю, вы сможете так мне на нее ответить. Знаете, такой был Ездор. Он много любопытнейший. Он говорит, ты много хочешь знать, Господь говорит, довольствуется то, что тебе сказал. Не надо никуда лезть. Написано, и все. Нет, 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 нет. Я просто уточню вопрос. Смотрите. Вы бороду не брейте. Самое главное теперь для вас. Начните с малого. А, у меня не растет. Не надо. Господь знает. Бритву не берите. И все, оно покажет. Не растет. У меня не растет. Ну нет, бритву в руки не берите. Будет видно, растет или не растет. Ага. Я понял. Бритву в руки не берите. Уничтожьте ее сегодня же. И вы увидите, как запротивится все. А почему? Потому что бритье – это блудодейная ересь. Протопоп Авакум назвал Кондратьев. Авакум Петрович. Там, я понял, хорошо. Знаете, когда вот если борода есть… Нет, не надо, не надо слов. Не трожь, бритву не трожь. Все, с одной, Бог сделает, как надо. Нам не надо это показывать. Бог знает, где я расти. Здесь или здесь или здесь. У меня были волосы. Все время вот такими кольцами шли. У отца так. Мать скажет, вот сын какой-то. Ну, дескать, все волосы кучерявые. У меня есть одно стихотворение про женщин. Я женщинам всем благодарен и вдостоль, что мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косы, струились щекосы. Занозой в них не вошел, и нечего то ворошить. А, Игорь Тихонович, такой у меня вопрос. Смотрите, вот всякое в жизни происходит, да, ведь вы знаете. Вот человек есть, человек, да, вот он… Как с маленького возраста, как бы, ну, не знаю, может быть, старше меня, наверное. Вот, ему в жизни очень досталось. На него тыкали пальцы, смеялись от его книжности. Но он и руки, и грубого слова не говорил. А только терпел, и помогал, и последнее отдавал. А над ним тыкали пальцем дети и взрослые, мужчины и женщины, маленькие, большие. И смеялись над ним. А он шел, и всегда помогал. А им только пользовались и издевались. Как такому человеку быть? Не как Господне, он перед ним пишет свою жизнь. Он получит награду. Каждому свое отмерено. Над ним смеялись. Но я тебе говорю, что вам вот 9 тысяч мне пришлось заблокировать за 8 месяцев. Какими словами меня только не называют. Какой срамотой не обливают. Но мне это ни грамма не вредит. Игорь Тихонович, он был ребенком. Это не важно. Тем более Бог забирает его больше старайшей времени. Нам не надо за это влазить. У Бога все вымерено. И написано, и ничего не полезного Бог не дает. Это 10 глава, 13 стих, 1 Коринфянам. Наша встреча промыслительная. Я молился сегодня. Так мало людей, которые желали слушать. Человека 3 или 4. А потом вы подошли. Вы заходите на наш YouTube. И вы увидите... Я обязательно. Вы увидите всю эту нашу беседу. Я рекомендую посмотреть еще своему... Вы свою эту беседу посмотрите снова от начала до конца. Вы записывали? Обязательно. Вот она, смотрите. Я понял вас. Игорь Тихонович, смотрите. Еще вот такой вот вопрос. Хотел бы это услышать. То есть, получается, по словам, по словам, то, что вот, как вы сказали, значит, Иова и прочего, не стоит, не стоит углубляться, да? Не стоит, не стоит. Не надо. Это ничего не дает. Во-первых, мы-то не достигнем. Бог распорядился, Он уже в раю. А я буду там теперь копаться. Вот дети у Него. Ему Бог дал детей, а те уже в раю. И все на этом. Надо научиться. Самое ценное взять, самое ценное для меня. Не лезьте, куда не надо. Мне Бог дал вот это поприще, а я в нем тружусь. Набрать детей, сохранить 45 лет. Ни одного отравленного, ни одного утонувшего, ни одного заболевшего. Я отвечаю перед Богом, перед людьми, перед законом. Один год против меня два уголовных дела воздвигли только. И все кончилось ничем. Я все процессы выиграл. Клеветники все были разгромлены. Кто больше статей писал, все нашли зарезанным. И тогда один такой вопрос интересный, конечно. Я не против интернета, ютуба, всякого такого. А вот вы записывали долгий диалог с человеком, подположим. Будь это девушка, или мужчина, или ребенок, или взрослый, там, не имеет значения. А если он скажет, подположим, не обнародовать это, его внешность. Ну, это не надо ничего думать, опять же. Сколько раз было такое, с одним разговариваем, сегодня тоже. И стал прятаться, вы не преступник, говорили о хорошем. Что я буду скрывать? Это мое достояние, я записываю, ни перед кем не подсчеты. Вам не отказывали. Да, чтобы люди узнали. А когда вы там, в этом ютубе зайдете, в ютубе, по скайпу беседовать, там я каждого спрашиваю, каждого. Вы не против, что у нас выставляется? А у меня заранее, скидывай ему. Если ты не против, с тобой разговора никакого нет. Мне времени нет тратить. Это мое сокровище. Я делюсь с вами знаниями, которые полезны для всех. Мне эти знания дались в 56 лет, я ногу Христа просидел. Игнатий Тихонович, такой вопрос. Мы просто как бы разговаривали о том, что мне было интересно. Просто не было какой-то определенной, знаете, темы. То есть, в нашем диалоге, что может быть интересно для людей? Болевые точки для детей и для всех. И вы рассудили правильно, а что тут скрыто? Я вам ответил, это нас не касается. Мы Бога благодарим. А Бог делает все для добра. Он любящий отец. Он любящий отец. И поэтому, кто бы ни смотрел, у меня никогда не было, чтобы я говорил, а давайте скроем где-то, никогда. Поэтому у меня много врагов, но друзей еще больше. Это означает, что я живой. А мертвая рыба, она по течению идет. Он никому не нужен. Я еще раз говорю, если вместе взять Путина, Медведева, там все, патриарха, на них меньше вместе взятых нападок, чем на меня. А почему? Потому что я касаюсь самой болевой точки. У меня в доме каятся евреи, делается священником. Здесь приезжают, принимают крещение мусульмане. Они на меня злятся. Понятно. Коммунист, сотрудник КГБ, офицер уверовал, стал священником. КГБ против меня. Какого человека погубили? А при чем тут я? Это Бог делает. Я ни при чем совсем. Я только говорил, что мне на сердце положено. Так, я понял. И так, еще такой вопросик будет. Смотрите. Давайте оставьте до следующего раза уже. А я понял, я понял. Да, потому что мы очень много говорили. Спасибо вам, Бадалов. Я понял, конечно. Да, Бадалов был хороший разговор. Так, с Богом. С Богом, с Богом. Ага, вас так же, спасибо. Вы сказали, как вас звать? А, нет, не сказал Максим. Меня зовут Максим. Максим. А вы знаете, что это Максим? Что такое Максим? Да. Как переводится? Нет, сейчас я не знаю. А что такое Максимум? Максимальность. Ну, Максимум, это мы... Вот это мы и отвечаем. Диапазон. Вот так. Ваше имя взято оттуда. С Богом. Аллилуйя.